Друзья, привет! Сегодня спонсор этого видео – seopult.ru. Чуваки предоставили, вот чуваки, которые пригласили меня из seopult.tv, предоставили огненный промо-код. Промо-код звучит как – seopult.tv. Регистрируйтесь на сайте seopult.ru, вводите этот промо-код, и этот промо-код дает право вам на бесплатный аудит вашей рекламной кампании. То есть чуваки предоставили вашу кампанию, скажут, что в ней не так, сможете ее загрузить туда и пользоваться сервисом. Наслаждайтесь тем, что у вас будет рекламная кампания работать просто кайфово, привлекайте новых клиентов, удешевляйте стоимость привлечения каждого клиента, и тогда вам будет счастье. Делайте бизнес так, чтобы он реально окупался и реально приносил вам прибыль, счастье, и все будет круто. А сейчас давайте перейдем к теме моего выступления – это продажа видеорегистраторов на 600 рублей в день через два месяца после запуска, сегодня я вам о этом расскажу. Друзья, кто еще смотрит первый раз это видео, была первая часть, в которой я детально рассказал саму теоретическую, так сказать, базу вот этого самого метода на настройки. Поэтому вам настоятельно рекомендую посмотреть это видео. Я думаю, где-то здесь вокруг, где-то вот вокруг этого видео есть ссылка на первую часть, найдите ее, посмотрите, и только после этого приступайте к просмотру этого видео. Потому что там реально есть много мяса, много контента, который даст вам понимание того, каким образом это все работает. А эта часть, я уже будет, он больше, она такая, как кейс, и немножечко расскажу про практики, как это делается на практике. Про себя уже рассказывать не буду, посмотрите в первой части. Начну, как обычно, с предыстории. Значит, 2013 год, вот в предыдущей части рассказал про букеты, наступил 14 год, ко мне приехал, я учился в военном училище, и там вместе спал с пацаном, бля, я что говорю, спал в смысле не в том смысле, что спал-спал, а в смысле у нас кровати рядом стояли. Леха Гусев. Вот, мы с ним вместе там, ну такие самые кенты, короче, были. И потом он уехал в Екатеринбург, а у него был там друг детства, Антоха Ковалев, вот, и он в 2014 ко мне приехал, здорово. Здорово, Лех. Те, я, говорит, хочу тоже заниматься бизнесом, есть че, какие темы. Я говорю, ну садись, вот у нас там, как бы в тот момент уже работал человек 120, я говорю, садись, прыгай, у нас там open space большой, садись, говорю, пробуй чем хочешь занимайся. Вот мы сейчас в интернет-маркетинге развиваемся, в том году, говорю, начали такая тема нормальная, давай пробуй разные темы, сам че хочешь смотри. Сначала он начал заниматься там доставкой обедов, доставкой обедов позанимался, что-то ему очень не понравилось, ну и прикольно было, он доставлял обеды, он сам без машины, курьеров когда не было, он раз, говорит, Лех, дай я, говорит, на твоей машине доеду, привозит обеды там пацанам на это, на автомойку что ли, или там на автосервис, привозит, вылазит с крузака, а пацаны такие стоят, нифига себе, я такой, нормально ты зарабатываешь на этой теме, дает им обеды, все, давайте, пацаны, я поехал. С обедами поработал, продал эту доставку обедов, он говорит, и начал заниматься, он говорит, я в машинах в принципе нормально разбираюсь, буду заниматься автозапчастями. Начал на авто постить объявление, типа, такая запчасть, такая запчасть, взял какого-то деда на работу, и дед, короче, он такой, начал работать, заказал какую-то запчасть, такую хрень, короче, здоровая, там такая, балда какая-то там железная, ну такая тяжелая, килограмм 25, заказал все, мы с этой запчасти должны десятку заработать, я думаю, ну что, тема пошла, приехала эта запчасть, приезжает клиент ее забирать, а она оказывается на дизельную машину, или наоборот, на бензинную, то есть у нее, ну короче, несоответствие. Деда мой, иди, все, хватит, куда тебе это продавать, и эта запчасть, короче, легла мертвым грузом, что-то там 1022, ну дорогая, легла мертвым грузом у меня в багажнике, так она валялась, потом выкинули ее где-то, вот. И, но это опыт вот этот вот в автомобильной тематике дал понять, что в автомобильной тематике реально дофига трафика, реально много трафика, который надо придумать, каким образом монетизировать. И это как раз был май, 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 май 2014 года, и я уезжал на сплав, говорю, пацаны, подумайте пока, что можно продавать, то есть мы понимаем, что есть целевая аудитория, как я рассказывал в первой части, что это вот, можно ее как бы вынимать из директа задешево, надо придумать, что им предложить, какой товар. Я уехал на сплав сплавляться по реке, там туда-сюда, там экстремальные, мы каждый год ездим, и говорю, ребят, подумайте, все, со сплава возвращаюсь, связи не было три дня, то первым делом набираю телефон, ну что придумали, да, говорит, придумали, поставщика уже нашли, все, лендинг делаем, сейчас запускаемся, я говорю, что за товар? Они говорят, вот видеорегистратор, видеорегистратор Риводом, ребят, вы знаете вот такой вот видеорегистратор, ну или похожий вообще видеорегистратор Риводом? Когда работаю с аудиторией, на зал рассказываю эту тему, блин, процентов 10, понимаете, то есть еще даже это было, считай, два года назад, тогда люди не знали, а сейчас даже до сих пор люди не знают, то есть тема еще до сих пор живая как бы, то есть это регистратор плюс радар-детектор плюс GPS-информатор в одном устройстве. То есть мы нашли товар, который уже в себя включает какое-то уникальное торговое предложение, то есть не такое, что, да, уникальное торговое предложение делать вокруг товара, да, с сервисом, доставкой, там, не знаю, всеми фишечками, да, упаковкой, а именно сам товар уже включает уникальное торговое предложение, и товар можно предложить любому. То есть, если мы говорим, например, про воздушный фильтр, его можно предложить только тем, кто сейчас ищет воздушный фильтр. Или, там, не знаю, там, например, там, ну, какую-то запчасть, которая сломалась, там, не знаю, граната, что там есть, какие запчасти. То есть, можно предложить только тем, у которых сейчас реально есть потребность. Видеорегистратор, в принципе, может предложить любому, у кого есть машина. Боткнул, поехал, все, кайфуешь. В подарок, не в подарок себе, то есть, в принципе, В принципе, как мы говорили в первой части, первая наша задача, которая состояла, это определить целевую аудиторию. Но здесь все достаточно просто. Целевая аудитория для такого товара – это автолюбители. Те люди, которые, в принципе, интересуются автомобилями, в принципе, у которых есть автомобили, которые могли бы поставить туда эту штуку. Вот. Стал следующий вопрос. Как мы говорим, по алгоритму. Первый вопрос – определили целевую аудиторию, дальше надо понять, что ищут эти автолюбители. Конечно, эти автолюбители ищут, там, и заходят ночью беспалево от жены, там, порно, там, смотреть порно онлайн, HD, там, или еще, там, смотреть, там, купить, там, не знаю, там, не знаю, что там, купить, там, например, там, пылесос, телевизор, ищут. Но концентрация этих автолюбителей в этих запросах непонятно какая. Маленькая, большая, ну, какая-то размытая. Но есть запросы, которые явно идентифицируют автолюбителей. Это запросы, которые непосредственно связаны с авто. Запросы такие, как, например, там, тонировка авто, да, ну, вот у меня, кстати, я собрал там запчасти, например, название разных запчастей, бамперы, там, стекла, фары, там, не знаю, любые запчасти, в принципе, для автомобилей, если человек забивает их название, там, в Яндексе, то они говорят о том, что этот человек, в принципе, связан с автомобилями. Он, как бы, или ездит на автомобиле, или ремонтирует автомобиль. То есть, в принципе, он, как-то, вот, с темой авто, он связан. Тонировка. Мойка авто. То есть, человек, если ищет мойку авто, соответственно, он, у него есть авто, чтобы его поехать туда помыть. Логично, да? То есть, все-все вот эти запросы и все марки и модели авто. Представьте, сколько их, это бесчетное множество. То есть, ядро запросов можно собрать просто гигантское ядро запросов, которое будет, соответственно, содержать в себе вот эту вот касту, категорию вот этих автолюбителей. То есть, вот эта штука. Мы поняли, да, ничего себе. Представьте, какой объем можно трафика оттуда качать. Мы так подумали и просто, ну, ужаснулись реально, сколько. У нас прямо аж вот так вот, мы нас затряслись, там, поджилки затряслись, думаем, блин, вот это да, реально наткнулись на золотую жилу, которую можно качать, качать, качать и качать. Начали смотреть, соответственно, еще раз скажу, начали смотреть поставщика. Поставщику говорим, ну понятно, что надо вкладываться в товар, потому что в любом случае у нас в России нет культуры оплаты до покупки, да, там, то есть, платят, там, ну, проценты, там, может, максимум десятки процентов платят предоплату картой, там, через сайт, там, основная часть это cash and delivery, оплата, как это по-русски, наложенный платеж. То есть, у нас это, как бы, культура, это очень развита, причем сейчас народ так делает, что, не знаю, там, заказал в пяти магазинах, кто первый привез у него оплачу, остальные пошли, пустил их по бороде, по сути, и ничего тебе за это не будет, как бы, нет, вот это, в этом проблема. Поэтому надо было сразу понимать, что закупочная цена, например, вот этого видеорегистратора, да, про который мы говорим, на тот момент она была четыре тысячи, ой, три шестьсот, по-моему, три тысячи шестьсот рублей, три тысячи семьсот, ну, где-то вот в этих, до четырех тысяч рублей, и, соответственно, надо было понимать, что достаточно при больших продажах надо будет много вложить денег сразу в товар, мы начали поставщика отжимать со всех сторон, чтобы он нам дал в отсрочку этот товар, он ни в какую, говорит, мы не верим вам, что вы сможете это продать, у него на складе этих регистраторов развалялось четыреста штук, они их продать не могли, они нам об этом не говорили, конечно, потом уже сказали, когда мы с ними стали плотно работать, у них этих регистраторов завалялось четыреста штук, через пятьдесят, по-моему, которые продать они не могли, они уже как бы вне тренда, там, то есть те автолюбители, которые уже прокачены в этих гаджетах, они там все время новые ищут, они уже это все, это уже как прошлый век, типа, вот и поэтому у них цена маржинальность уже была низкая, то есть, например, в маркете можно было зайти, посмотрите, этот регистратор продавался четыре пятьсот, четыре шестьсот, то есть там маржинальность тысячи рублей, нам этой маржинальности было мало, и мы решили ставить цену 6900, мы решили поставить 6900, хотя, например, если забить в маркете, он первый там, ну, запрос, например, регистратор вот это там Intego VX450R, он первый там в маркете вылазит, там, цена там 4600, блин, сложно, да, конкурировать, если вы на горячих запросах будете это делать, будете там по запросу рекламироваться с такой ценой, у вас не будет ни одной покупки, ни одной, есть только один случайно слепой какой-нибудь, который не видит, кликнул на ваше объявление и все, и купит. Соответственно, вы не сможете поддерживать эту цену. В том методе, который мы применили, мы эту цену могли поддерживать, причем продавали, ну, в больших количествах, имели очень хорошую маржинальность там. То есть мы начали этим заниматься, поставщик ни в какую, но решили, ну, давай, вложим пока бабок, посмотрим и как бы своими, типа, рискнем. Начали все это собирать, я начал лично настраивать директ, вот эту свою тему, собрал, взял все марки моавто, все модели авто и все названия запчастей, всяких вариантов, мойки, там, тонировки, все-все. Собрал ядро из 600 тысяч запросов. То есть огромнейшее семантическое ядро, Excel просто скрипел, я в несколько Excel файлов это бил, Excel просто скрипел. Залили это все в директ и запустились. У нас первый день поперли заявки. Мы вообще в шоке. Заявка, цена заявки, то есть где-то в среднем 250-300 рублей, 350 рублей и оформляются 80%, при том, что цена конская, реально. Мы думаем, блин, надо уходить от этого кэш-он-деливри, от оплаты наложенным платежом, начали пытаться оформлять людей как бы сразу в деньги. Они да-да, оплатим, все туда-сюда, менеджерам обещают, они им прозванивают, прозванивают, они пошли платить в терминал, деньги на карточку закидывать, еще что-то, увидели в магазине реальную стоимость и все, отказывались от покупки. Поэтому все это пришлось работать с наложенным платежом, начали активно расти, буквально за два месяца в мае стартанули, не за два, побольше, наверное, в мае, июнь, июль, вот где-то в августе у нас уже команда 12 человек с нуля выросла, и объемы продаж порядка 600 тысяч рублей в день, 600 тысяч рублей в день. То есть мы реально начали качать, очень много делать отправок. Вот. И это все наложило такой опечаток, такая сумбурная, ну, представьте, как бы, если постепенно магазин, например, интернет-магазин развивается, он сначала там продает на 100 тысяч, потом на 200, на 300, ну, как бы, потихоньку растет, логистика выстраивается, обрастает процессами, по поводу воровства вопрос решается, по поводу логистики, по поводу, там, подсчета денег, финансов. А когда резко вырастаешь, этого ничего нет, нет ни системы, ни учета, не… ну, просто дыры везде. Соответственно, это просто, это головная боль, адский бизнес. Я вот, ну, рад, что на самом деле, вот, сейчас мы вышли из этого, потому что, ну, это не мое, это вот айтишный бизнес, я в нем хорошо разбираюсь, мне нравится, когда, в принципе, с быстрым ростом числа клиентов, не надо быстро выращивать число сотрудников, поэтому я, как бы, вышел оттуда. Но суть в том, что это реально, как бы, интересная тема, и кому нравится, как бы, продавать именно товары, там можно реально делать деньги, сейчас на этой же вот, прямо на этом же кейсе повторять и делать деньги. Вот. И мы начали, соответственно, дальше работать, дальше продавать, все это дело продавали. И, соответственно, ну, пошел такой гигантский результат. У нас шары вот такие, мы сидим, вообще не знаем, что делать. Вроде выручки большие, а деньги приходят же потом, там, задержка, там, неделю, две недели, три, четыре недели с почты России. Возвраты, кипиш, непонятки, короче, все непонятно. Вот. Ну, это я забежал вперед, давайте немножечко назад вернемся, вот, я расскажу немножечко, поподробнее о том, как раз, о самой, о самом механизме сбора этого трафика. То есть, смотрите, в первую очередь, как я делал, я собрал все марки, ну, зашел на какой-то сайт, нашел автомобильные сайты, там, может быть, автору, может быть, там, дром, еще какой-то, выгрузил все марки авто в один столбец, выгрузил все модели авто в другой столбец и все действия. Потом я это все перемножил, получил огромное множество ключевых слов. Загрузить их в Директ достаточно сложно, почему? Потому что Директ, он при загрузке слов из экселя, у него есть определенное ограничение по баллам. То есть, там у нас есть API-баллы, так называемые, которые позволяют загружать в день не более, там, определенного, ну, вообще не загружать, а выносить изменения в рекламной кампании не более определенного количества. Зависит от того, что если вы заливаете кампанию, там, столько-то баллов списывается, там, объявление, изменяете изображение – столько баллов, изменяете заголовок – столько баллов. Ну вот, и вы не можете загружить сразу огромной кампании. Готовите Excel-файл, в котором будет, там, фраза, заголовок, текст объявления, быстрые ссылки, то есть все-все-все. При этом вот сама метода подготовки этого файла, ее, в принципе, если мы сейчас будем расписывать, это уйдет, там, 4-5-6 часов времени. Поэтому в конце я дам ссылки на мой профиль ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте, где все это мы обсуждаем, там, по бизнесу, и вы сможете написать мне, я вам скину курс детальный, там, уже видео, все описано пошагово, каждый клик, каждый шмик, там, все-все-все. Сможете по этому курсу полностью все повторить и реализовать у себя, в принципе, в бизнесе. Собираем этот Excel-файл, далее залить надо через Direct Commander. И тут мы сталкиваемся с проблемой, что вот этих API-баллов у нас не хватает. Смотрите, вот у меня фишечка есть такая, есть разные сервисы, которые являются посредниками при настройке рекламы. Один из сервисов – это SEO-пульт как раз. И можно, например, рекламную кампанию загрузить через SEO-пульт, потому что у менеджера можно выпросить баллы, то есть позвонить менеджеру, там, Маш, привет, это вот Леха, мы у вас нормально бабки же, там, тратим в Директе или, там, хотим много тратить денег, пожалуйста, давай загрузим большую рекламную кампанию, дай IP-баллов, а не на какие-то, там, 300 тысяч баллов, там, или, там, 500 тысяч баллов, там, на день тебе, и ты заливаешь эту рекламную кампанию. Если нет уже налаженных отношений с менеджером, то проще взять, обратиться, там, в какую-то компанию, например, SEO-пульт, заливать через их менеджера, сказать, вот смотри, я там бабки тратить буду нормально, пожалуйста, там, договорись с менеджерами Яндекса, у них там уже вась-вась, а они раз тебе договорились, и ты залил эту кампанию. Это как это сейчас называется, как это, лайфхак, да, лайфхак вам такой, чит-код, вот, который вы можете использовать, в принципе, у себя. Заливаем все это в Директ, Директа выгружаем в, соответственно, Директ Командера выгружаем в Яндекс Директ Интерфейс, ставим минимальные ставки, минимальная ставка в Директе 3 рубля, чтобы показывалась картинка, потому что если вы без картинки показываете, CTR настолько низкий, что, в принципе, кликов очень мало. Мы выбирали по этой тематике до 10 тысяч кликов в сутки, до 10 тысяч, то есть представьте, 10 тысяч, при конверсии у нас где-то конверсия в среднем 1-1,5%, то есть это 100-150 заявок от клиентов в день, вот, все это загружаете, бабки на баланс, запустить и понеслась, соответственно. Дальше у нас, значит, все это поехало, и вот посмотрите, какие фразы, например, конвертировались, посмотрите, я вот сейчас открыл специально, да, Яндекс, вот, контекст, да, там, например, смотрите, конверция, тест-драйв на авто, конвертабельная фраза, представляете ли там, купить на авто, конвертабельная фраза, Toyota Land Cruiser Prada, одна из самых конвертабельных фраз, представьте, просто вообще не связана с этой темой, это как раз говорит о том, что надо выбирать просто аудиторию и на нее делать предложение. Если вы еще это предложение как-то специфицируете для конкретных запросов, например, по запросу Toyota Land Cruiser Prada, переходя на сайт, человек увидит заголовок, например, видеорегистратор специально для владельцев Toyota Land Cruiser Prada сегодня со скидкой 5%, ну, не 5, мало, 20%, 50%, например, да, или, например, там, штраф, да, не хотите платить штраф, попробуйте регистратор, уникализируйте, конверсию еще можно, например, поднять по этой тематике, то есть, вот здесь такая штука, собрали запросы, запустили, поехали гнать трафик, вот, вышли на дневные продажи 500-600 рублей в день, и дальше я вам, наверное, расскажу историю жизни, как у нас все это происходило, представьте, вот, 500-600 тысяч рублей в день. У меня фотки, там, можете в группу, когда там я дам ссылку, вступите, отмотайте, я стою, вот я стою, менеджер стоит, еще менеджер стоит, параллельно по телефону отвечают и параллельно запаковывают коробки Почты России, вот такая гора, огромное количество этих коробок, стоим, пакуем, отвозим, теряются регистраторы, оказывается, там воровства было вообще немерено, потом мне там люди рассказывали, что у меня сотрудник им продавал регистраторы, а у меня на них, как бы, этикетка была, там, пушистик букет, мы от юрлица, пушистик букет, и он мне фотку прям шлет, вот, говорит, регистратор купил у чувака, который у тебя работал, вот с этикетками, или там, дальше история была такая, что мы, когда начали продавать, вроде продажи идут, деньги приходят, и когда мы заканчивали эту тему в конце 2014 года, ну, вроде подбились, все нормально, деньги заработали, туда-сюда, и в феврале звонок такой. Звонят ребята, мы как отправки делали, то есть мы сами в Пензе, у меня офис в Пензе находится, и отправки делали почтой России, отсюда из Москвы, то есть есть компания, шоп-логистик, мы у них, соответственно, выкладывали, отправляли к ним товар сначала, он у них лежал, и они паковали и отправляли, и мы думали, что деньги с почты, они через почту отправили, приходят к нам, а по факту деньги приходили к ним на счет. И у нас такая ситуация происходит, в феврале звонят, вы что деньги не забираете, мы говорим, какие деньги, заходим в кабинет, смотрим, а там 3,5 миллиона рублей, представьте, 3,5 миллиона рублей мы просто потеряли и забыли, хотя при том, что еще и там деньги какие-то отбились. Вот, и мы такие нормально, 3,5 миллиона вывели, мы такие довольные, у нас все хорошо в жизни, налаживается, вот, такая штука. И, соответственно, у нас с этой темой все нормально было. Во-первых, первое, что мы прекратили заниматься, как я говорю уже, ну, товарный бизнес, он, как бы, со своими особенностями, любую тему надо любить, мы это делали, в принципе, из-за денег, чтобы попробовать, как это вообще в товарном бизнесе, насмотрелись кейсов, когда там много кто-то зарабатывает, очень было интересно вот на такой теме попробовать, быстро стартануть. Но он, как бы, опять же, это же тоже такое, продаем только первичным клиентам, он один раз купил, там надо как-то завернуть это, в магазин превращать, т.е. дальше горизонт роста был непонятен какой, поэтому мы сворачивались, и еще плюс там произошло то, что как раз в 2014 год там вот этот скачок доллара произошел, цены на это выросли, ну и т.е. вот эти вот все факторы схлопнулись, собрались, и мы вышли и запустили вот как раз там в 2014 конец, в 2015 году запустили вот сервисы для повышения эффективности маркетинга и продаж колба киллер, уже ушли вот в эту тему полностью, и в принципе сейчас там как бы развиваемся, и там получаем результаты. Вот. Для, в принципе, вот эта штука, она очень-очень-очень может быть в любой теме использована, почему я это говорю, я точно об этом знаю, потому что вот после того, как я вот это рассказывал, у меня много людей, как партнеров, людей, с кем я общаюсь, запускались в принципе по этой же методологии. Т.е. там мы запускали, например, чуваки запускали цветы вакууме, мы запускали там эти, как его называют, чехлы для сотовых телефонов, запускали там рюкзаки какие-то, ну много-много еще и запускали. Сейчас, например, в колбекиллере мы тоже по этой теме работаем, понимаете? Т.е. у меня в колбекиллере есть продукты там, обратный звонок, онлайн-чат, захватчик клиентов, можно работать на горячем трафике, мы это делаем, можно брать и холодный трафик. Т.е. какие-то запросы, например, там, чтобы понять, кто целевая аудитория, это в принципе предприниматели, которые используют в качестве одного из каналов привлечения клиентов, веб-сайт, и, соответственно, какие запросы они вбивают, кроме там обратный звонок, онлайн-чат, они вбивают запросы такие, например, как создать лендинг-пейдж, или там Яндекс Директ, просто даже запрос, кстати, запрос Яндекс Директ это сто с лишним тысяч показов в месяц. Ну Яндекс Директ просто чувак не будет набирать, который не знает в этом ничего, это будет набирать чувак, который точно занимается как-то с интернет-маркетингом связан, или хочет быть связан с интернет-маркетингом, у него есть бизнес, или он только начинает бизнес, мы ему показываем объявление, хочешь увеличить продажи своего сайта, или даже не так, хочешь повысить эффективность Яндекс Директ, огонь, сервис там онлайн-чат, огненный онлайн-чат, или сервис там обратного звонка повысить продажи сайта на столько-то процентов, пример объявления. Либо чувак ищет там, я не знаю, там Яндекс Вебмастер, тоже куча запросов, или чувак, который набирает запрос, например, робот с TXT, кто это, это стопудово SEOшник, стопудово SEOшник, кто еще наберет запрос робот с TXT. Ну может, чувак, я даже не могу предположить, кто это еще может набрать. Соответственно целевая аудитория, мы говорим, хочешь повысить отдачу от SEO, вот тебе сервис. Или там чувак, там сайт-мап-ксмл, или еще какие-то, то есть куча-куча вот этих огромного-огромного облака запросов, которые может выцепить вашу целевую аудиторию, дать вам результаты с этой целевой аудиторией, и вы можете просто реально выкачивать оттуда с этого вот канала деньги. Поэтому я вам настоятельно рекомендую посмотреть первую часть видео, там детально, где все это детально-детально рассказывается. Потом настоятельно рекомендую перейти, соответственно, я в конце дам ссылки ко мне на страницу, написать мне и запросить у меня видеокурс по детальной настройке этих рекламных кампаний, все как это делается, полностью-полностью-полностью, курс запросить у меня. Дальше рекомендую вам подписаться ко мне в группу, я там тоже постоянно новые фишки, которые мы прикручиваем к этой теме и к вам остальные и другие, тоже вам это все дам. И еще как бы, чтобы не быть голословным, еще вам хочу подарить на свой сервис Callback Killer 1000 рублей по промо-коду seopult. Сервис Callback Killer – это набор виджетов для повышения эффективности маркетинга и продаж, это виджеты, сервис обратного звонка за 24 секунды, это огненный онлайн-чат с набором фишек, который отличает его от всех чатов, которые есть на рынке, виджет стадный инстинкт, который имитирует очередь из клиентов на сайте, например, зашел там Петр из Москвы, сделал заказ на сайте на 1000 рублей, виджет захватчик бесплатный, который вовлекает клиентов в диалоги, виджет генератор клиентов, который позволяет делать акции и распродажи у вас на сайте. Зарегистрируйтесь, сами посмотрите, используйте промо-код, очень надеюсь, он вам будет полезен. И подключайтесь ко мне ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, задавайте вопросы, я всегда абсолютно бесплатно, я деньги на информацию не делаю, всегда абсолютно бесплатно отвечаю на вопросы, подписывайтесь на группу, реально очень приятно было для вас работать, я надеюсь, мы еще запишем, как его называть, запишем выступление, у меня есть тоже очень классный опыт по работе не только с вот этой штукой, например, с прямым рекламным трафиком, но и с трафиком, с инфомаркетингом, как сформировать очередь, блин, ну реально очередь, огромную очередь из клиентов, с помощью того, что публикуешь контент, публикуешь какие-то вещи, которые полезны людям, и люди приходят через этот контент. Это будет тоже видео, выйдут на канале SeoPult, следите, подписывайтесь на SeoPult, смотрите, все, пока! Pal challenges! аллова Редактор субтитров А.Семкин